Сначала все же хочу тебя спросить, какие впечатления у тебя по поводу вот этих двух грандиозных демонстраций, которые прошли на выходные. В поддержку Хамаса, по сути дела, в Лондоне. Огромное шествие. И очень большая сегодня демонстрация в поддержку Израиля в Париже. Как так вот разделились мнения между Лондоном и Парижем? Я не знаю. Я вполне допускаю, что через какое-то время огромная демонстрация в поддержку Палестины пройдет в Париже и огромная демонстрация в поддержку Израиля пройдет в Лондоне. Это одинаково вероятно. Просто, так сказать, случилось сегодня вот так. Ну да, действительно, мнения в Европе разделились, мир поляризуется, и кто-то поддерживает Палестину, кто-то поддерживает Израиль. Аргументы всех обеих сторон мы хорошо знаем, и каждый здесь волен выбирать ту сторону, которая, так сказать, ему ближе. Мне ближе израильская сторона. Мне кажется, их аргументация, их позиция больше соответствует моему представлению о правильном и неправильном. Но я вполне допускаю, что есть люди, которые считают, что правы палестинцы. Я вот эту историю, чтобы залезать далеко вглубь и выяснять, чьи тут стада, какие предки своих овец пасли, и это значит наша земля, не наша земля. Это все, мне кажется, что все это, так сказать, ерунда. Есть простые понятные вещи, например, убивать людей нельзя, нельзя там брать заложник. Вот, и если, так сказать, какой-то там статус-клон найдено, и мирная жизнь течет, то нарушать эту мирную жизнь неправильно. Вот, и всегда, слушай, любая война заканчивается переговорами, и поэтому глупо предполагать, что военными средствами можно добиться большего, чем в результате переговоров. Так или иначе, обо всем можно было бы договориться и найти какие-то решения. И только безусловное упрямство и поклонение каким-то фетишам, оно заставляет людей упорствовать до такой степени, что, так сказать, дело доходит до смертоубийства. Ну, ты знаешь, простая мысль, не мною высказанная, в связи с этими событиями, которые уже второй месяц продолжаются в Израиле и вокруг него, из-за которых вот такие толпы выходят на улицы европейских, да и американских городов. Мне кажется, что все очень просто. В таких ситуациях всегда есть агрессор и есть жертва. И агрессор всегда виноват. Ну, в данном случае, так сказать, ты произвольно вешать можешь бирку про агрессора на любую сторону. Понимаешь? Не готов вешать бирку агрессора на Израиль, потому что на Израиль 7 октября напал Хамас, точка. Да, а он напал на палестинскую автономию в Газе, где Хамас не является даже большинством нации. Которую узурпировала власть и с 2006 года не проводит. А вот это уже все от лукавого, простите. Ну, слушай, а это же аргументация палестинцев. Они говорят, мы-то тут при чем? Почему нас-то убивают? Ну, убивайте Хамас. За то, что Хамас прячется за нашей спиной, это же ничего не значит. Странная история какая-то, говорят палестинцы. Значит, вы, Запад, не даете Украине оружие, чтобы она стреляла по городам, где сидит Путин. Потому что будут страдать мирные жители. И всякую выдачу оружия Украине обуславливаете ее обязательствами не стрелять по тем местам, где может сидеть Путин или его приспешно. Потому что там могут пострадать мирные жители. Здесь вы о мирных жителях заботитесь. А когда Израиль нападает, соответственно, на газу, чтобы убить хамасовцев, вам, так сказать, до фени, что мирные жители страдают. Почему русские мирные жители вам дороже, чем палестинские мирные жители? Это все от рукава. Террористы, бандиты прячутся за спиной мирных граждан. Причем, если ты помнишь, Путин, однажды рассказывая про вот эту крымскую эпопею 2014 года, прямо сказал, что мы, так сказать, поставили мирных жителей впереди себя, чтобы в нас не стреляли. Ну, понятное дело. Да, то есть он не скрывает, что он так и поступает. Для меня Путин давно уже человек, который органически вписывается вот в эту бандитскую компашку. В том числе... Ну, теперь немцы не дают украинцам наурусы, потому что вы, говорит, будете в русские города стрелять. Украинцы говорят, конечно, будет, потому что там войска стоят. Потому что там складывание. Слушай, ты думаешь, они не дают украинцам наурусы, да? Не-не-не-не-не, тут это будет эскалация. Понимаешь, тут ни в коем случае нельзя мирные жители пострадать. Алик, Алик, ну, мне кажется, что они, таурсы, все равно дадут. Дали же они эти самые, стормшеду. Ну, вот это вот меняет 10 больше всего. Ну, это вот ужасно. Потому что, давайте сначала сейчас подождем, когда умрет еще, так сказать, 10-20 тысяч человек. А только после этого дадим таурсы. Понимаешь, ну, что это такое? И причем там под кровью, чтобы Зеленский расписался, что ни в коем случае по русским городам он этими таурусами стрелять не будет. А вот по-украинским можно стрелять. Вот Крым, это вот мы признаем, что он украинский. Стреляй по этим городам без проблем. Слушай, по Коломне уже стреляют, а? Ну, не таурусами. Ну, слушай, этими кружоками украинскими, я тебя умоляю. Не, ну, я же в данном случае, слушай, ты же знаешь, я люблю Израиль. У меня огромное количество друзей евреев. И тут даже вопросов нет. И ты там не только что, на самом деле. Я там, я вот позавчера оттуда приехал, да. Ну, и как там? Нормально, нормально. Евреи серьезные ребята, крепкие. Кого видел? Расскажи. Ой, господи, да. Да всех видел. Анна с Андреем Макаревичем Муженко. Там еще там несколько людей, старых своих знакомых, которых ты не знаешь, видел. С Леонидом я, блин, встречался. Вот. Ну, так. Ну, у меня там какие-то дела есть. Я про твои дела тебя не пытаюсь сейчас расспрашивать. Твои дела, это, знаешь... Да, это, знаешь, у прокурора живут. У нас были... У нас были листки, да. Нет, мне просто интересно твои впечатления от страны. Вот в каком она сейчас находится в состоянии? Ты знаешь, в очень спокойной сосредоточенности. Вот я бы так охарактеризовал ее, мое ощущение. На улицах, я же тебе рассказывал, на улицах меньше народу. Но вот по утрам я выбегал из гостиницы пробежаться по набережной. Достаточно людей бегала, занималась спортом, купалась перед работой. Все рестораны работают, правда они такие полупустые. В те рестораны, в которые раньше надо было записываться, сейчас можно спокойно заходить без всякой резервации, пожрать. Как-то так. Магазины все работают, все работает. Тревог меньше стало? За четыре дня, что я там был, была одна тревога. Была одна тревога. Я как раз в гостях был, и мы спустились всей семьей в убежище, там посидели минут 15-20 и поднялись наверх. И все? Я там под бомбежку не попал, в окопы не залезал. Самолеты летают? И солдат с оружием. Но там всегда ходили эти солдатики с оружием, и девочки, и мальчики. Поэтому это не выглядит чем-то необычным. Никакой военной техники на улицах я не видел. От Тель-Авива газа находится на расстоянии 70 километров. Никаких взрывов, грохотов, ничего я не слышал. Ни пролетающих на бреющем полете истребителей, бомбардировщиков, ничего этого не было. Прислал ты мне сегодня неожиданно... Хорошую историю. Хорошую историю. Вот мимо этого просто не могу пройти. Оказалось, что Грета Тунберг удалила свой пост. Не помню сейчас уже... С 18-го года я вам сказал, что если мы ничего не предпримем, а мы ничего не предприняли, то к 23-му году человечество умрет. Это мне напоминает что-то. Соловья твоя подруга. Совершенно верно, совершенно верно. Ты точно угадал. Это похоже на профессора доктора Соловья, который обещал, что Путин умрет к концу октября. Но нужно отдать должное Соловью, он не удаляет эти посты. Это правда. А Грета Тунберг удалила свой пост. То есть, если бы она была столь же мужественной и последовательной, как Соловей, она бы сказала, ну я же говорил, что вымерет мир. Вот он и вымер. Остались одни зомбаки, да? Нет, никого. Вас нету. Это двойники. Вас нету. Вы все вымерли. Виртуальные портреты в виртуальном пространстве. Не более того. Вы все вымерли. Вот что должна была сделать Грета Тунберг. Вот знаешь, Грета Тунберг, по-моему, это классический пример. Вот это вот, знаешь, советская старая посольство. Что может быть страшнее дурака? Помнишь? Дурак с инициативой. О, точно. Дурак с инициативой. Вот это вот Грета Тунберг. Понимаешь? Но если ты так завязан на экологической повестке, ну ты хотя бы тогда поинтересуйся, кто же больше всего выбрасывает этих CO2 в атмосферу. И выяснишь, что там тот же Китай, он выбрасывает там в пять раз больше, чем вся Европа. Ну и тогда, так сказать, ноги в руки, езжай вон в Пекин. И перед кабинетом Си Цзиньпиня, так сказать, демонстрируй. Что ты здесь-то у нас глот кормишь, а из нас душу вынимаешь? Если вся проблема там. Вот допустим, Европа полностью прекратила все выбросы. Все равно ничего не поменяется. Потому что Индия, Китай, Латинская Америка и так далее. Там все выбросы. Она от нас требует усилий, которые ничего не изменят, кроме того, что загонят нас в убытки и выкинут, так сказать, из конкурентной борьбы. Поскольку наша продукция за счет, так сказать, энергоперехода будет дороже. Да, кто-то написал, опять-таки не моя мысль, мне она очень понравилась. Это говорилось не про борцов с загрязнением окружающей среды, а про борцов за равноправие женщин. Я ничего не имею против борьбы за равноправие. Но мне действительно вызывает массу вопросов, когда эта борьба ведется, что называется, с почтительного расстояния, с мягкого дивана. Вот вы поезжаете, например, в сектор Газа, туда вот, к ребятам из Хамаса, и поговорите с ними о женском равноправии. Убедите их в том, что женщины... Интересно. Это разные права. Интересно места в университете профессорские делить в пропорции 50 на 50. Места в советах директоров корпорации и так далее. Вот это вот. А добиваться того, чтобы, так сказать, женщин сняли эти вот бурки их и разрешили им, так сказать, водительские права получать, это неинтересно. Можно схлопотать в табло, например, либо тоже оказаться в тюрьме за нарушение правил жариата. Так вот, хорошая мысль-то у меня еще приходит в голову в этой связи. И вот тех самых активистов с американских кампусов, которые очень деятельно выступали в поддержку Хамаса, к ним и направить бороться за социальные права женщин или, скажем, представителей ЛГПТ-сообщества. Да проще надо. Там же была идея хорошая. Давайте мы этих всех активистов пропалестинских отправим в газу взамен заложников. Ну и так тоже можно. Да, и пускай они там сидят у хамасовцев. Они же их любят. Они же хорошие. Они же борцы. Ну, пускай сидят там. Их будут по одному расстреливать, если израильтяне их не будут слушать. Умрут за правое дело. Понимаешь? Слушай, это вот борьба, так сказать, за права палестинского народа, за, так сказать, и так далее, и так далее. Ну, почему, почему вся эта, так сказать, мусульманская община Америки, Европы и так далее, и так далее, такая требовательная к Израилю, почему она не борется за права уйгурок? Действительно. Ну, почему нету 300 тысяч мусульман, которые вышли на улицы Лондона в поддержку уйгурок? Почему? Да же такие же братья по вере. Которых там тысячами и миллионами гнобят, там, держат в лагерях, заставляют жрать сренину, убивают, мучают. Которые там бегут. Это там правой концлагерь создан. Специальная система разработанная. Правой концлагерь создан параллельно с нормальными, обычными, так сказать, сталинского типа лагерями. Понимаешь? Где там людей гнут, расстреливают, убивают. Это все как надо. И это никого не интересует. Вообще. А там, так сказать, масштаб злодеяний в разы больше, чем в Палестине. В Палестине там 10 тысяч жителей убито. Еще неизвестно, сколько из них были боевики Хамаса. Да, из этих 10 тысяч. Нет, я прошу прощения. Вся эта статистика, в минуту. Да, она сама Хамаса принадлежит. Она Хамасовская. Никакой другой статистики не существует. С тобой сейчас сядем. Ну, я еще раз говорю, даже если не критически посмотреть на эту статистику, нужно спросить, а вот из этих 10 тысяч сколько самих Хамасовцев-то убито? Вот именно. Да. Может, их половина из них это Хамасовцы. Понимаешь? Вот. Так, а посмотрите статистику по уйгуров. Там одних беженцев под миллион в Казахстан перебежало. Да? Это ничего. Это никого не интересует. Никого. Понимаешь? А почему? Вот ответь мне. Почему? У меня есть ответ. 13 миллионов. Вот я просто смотрю в интернете. По уйгуров. Да. Уйгуров в Китае живет 12 миллионов 800 тысяч. Ну, всего их. Они полностью лишены всех прав. Они не могут говорить на родном языке, исповедовать веру свою, так сказать, жить по своим обучиям. А если кто-то пытается это делать, их, так сказать, сажают в тюрьму и перевоспитывают. А если он не перевоспитывается, его убивают. Нормальная фигня? Вот такая вот. Ну, и ничего. Ничего. Понимаешь? Вот сдается мне, что, так сказать, как-то это вот все, кто-то это все в правильное русло направляет. Ну, послушай. Тот же самый Катар. Катар мы его еще иногда называем, но правильно ставить в тюрьму арабский Катар. Вот небедная страна, которая все это дело финансирует, в том числе, я думаю, на поддержание вот этих вот про-хамасовских, про-палестинских, антиизраильских настроений в Европе. Я извиняюсь, Аль-Джазира, Аль-Джазира, извиняюсь, неправильно поставил ударение. Аль-Джазира, это же катарская компания, так, на секундочку. Да. Ну, я думаю, что там и Саудовская Аравия, и Иран, там много кто финансирует все это. Много кто все это финансирует. Может быть. Вот. Поэтому тут совершенно очевидно. Ты скажешь, уйгуры это уйгуры. Это вообще другая история, нас она не интересует. Вот. Здесь, здесь мы будем разыгрывать любовь к исламу, понимаешь? Ну, да. И, кроме того, не хотят лишний раз с китайцами ссориться. Это же тоже, наверное, присутствует такое соображение. Ну, да. Не хотят. Кстати, у тебя есть какие-то ожидания относительно встречи, которая будет 15-го числа между Байденом и Си. Ну, в общем случае, если бы речь шла о просто неком абстрактном президенте Соединенных Штатов и неком абстрактном лидере Китая, то, конечно, от этой встречи много бы зависело. Но когда идет речь об этих двух конкретных людях, я, так же говоря, не вижу, что Байден в состоянии какую-то линию выдержать с китайцами. Не то, что там я требую от него какой-то жесткой линии. Нет. Занять какую-то такую позицию, которая позволит найти какое-то решение. То есть, может быть, даже и компромиссную линию. Потому что, ну, слушай, он пожилой человек. Он уже не в состоянии такие сложные вещи решать, как мне кажется. Как переговоры с Китаем. Слушай, мы вот так все время говорим, что Путин постоянно, так сказать, блажит на тему того, что вот однополярный мир, он себя изжил и так далее, и так далее. Ну, какой однополярный мир? Он уже давно двухполярный. Ну, все это прекрасно понимают, что он давно двухполярный. Что, так сказать, в Африке Китай очень сильно присутствует, в Азии он очень сильно присутствует, на рынках Америки и Европы он очень сильно присутствует, вооруженные силы у него серьезные, ядерный потенциал у него третий в мире. Ну, конечно, так сказать, он уже двухполярный. И американцы это понимают. Поэтому и говорят, что самый главный стратегический соперник Америки это Китай. Поэтому, ну, так сказать, времена, когда Россия могла претендовать на второй полюс, уже давно ушли. И поэтому, как Путин, так сказать, видя, что он уже не полюс, думает, что остался один. Он же появился второй. Уже давно. Вот. конечно, это, так сказать, хотелось бы, чтобы они в этом Сан-Франциско в среду нашли какое-то решение. Потому что, если они вдвоем о чем-то договорятся, реально, на самом деле, договорятся, то у них хватит аргументов и возможностей убедить всех остальных согласиться с тем, о чем они договорятся. Согласен, да? А о чем они, к примеру, могут договориться? Ой, ну ты от меня хочешь каких-то, ну ты хочешь, я поспекулирую совершенно безответственно. Поспекулирую, конечно. Ну поспекулирую. Я тебе Тайвань, ты мне Украину. Вот так. Ну, например. Ну ты, мы же с тобой это уже много раз обсуждали. У американцев нет шансов удержать Тайвань в долгосрочной перспективе. Но они его сдали уже давно, в 72-м году. А сейчас это все, так сказать, уже мудовые рыдания. Они все равно его не отстоят. Ты думаешь? Если китайцы будут последовать надавить, то додавят. Даже без войны. Понимаешь? Как они додавили с Гонконгом. Додавят. Ну нет аргументов. Нет аргументов. Если вы уже не признаете его, если вы сами сказали, что вы согласны с концепцией одного Китая. Ну дальше, как вы будете это защищать? Но ведь тут могут быть самые всякие неожиданные повороты. Ты же знаешь, что люди, которые, ну скажем так, являются наследниками идей и практических усилий Гоминдана, которые проиграл войну за Китай коммунистам, они же на Тайване составляют меньшинство. А большинство жителей Тайваня сейчас скорее за то, чтобы во всяком случае, если их может быть не абсолютное большинство, но очень значительная часть жителей Тайваня за независимость, которые не хотят утверждать, что они и есть Китай. Вот мы хотим быть Тайванем и бог с ними, с нашими претензиями на власть в Пекине. И вот вдруг они по итогам выборов сейчас придут к власти и независимость провозглашают. Что тогда? Ты меня спрашиваешь, что тогда? Да. Ну а кто же эту независимость признает? Ну и что? Ну сколько раз независимость ЛНР, ДНР провозглашают? Ну все-таки есть небольшая разница. Какая? Какая? И ЛНР, и ДНР. Если даже Америка от них отказалась. А что ж тогда туда прилетала Нэнси Пелоси? Спроси у бабушки, которая страдает деменцией старческой. Чего она поперлась туда? Этого никто не знает. Ты же помнишь, когда она еще в самолете летела, в Белый дом сказал, что она ни с кем ничего не согласовывала. Это ее личное частное визит. Никакого отношения не имеет к политике Соединенных Штатов. Окей. Значит, ты веришь в то, что может состоять свой размен. Тайвань, вам? Нет, я в это не верю. Ты у меня спросил, что-то поспекулирует совершенно без ответа. Хорошо, без ответа. А если чуть-чуть добавить ответственности, то Байден подумает, а зачем мне Украина? Что я от этого выигрываю? То, что у меня Тайвань, я понимаю, что я выигрываю. Микросхемы, хай-тек, огромное количество всевозможных бизнесов и лабораторий. Это очень развитая западная высокотехнологичная государство. Плюс это, так сказать, у меня серьезный аргумент в торговле с Китаем и так далее. А когда я Украину получаю, что я получаю? Ну, что я получаю? Кроме геморроя. Вот ты думаешь, что Байден такой циничный? Ну, не Байден, так Салливан. Так, ну, решает-то не Салливан. Салливан все на самом деле. Ну, хорошо. Слушай, в конечном итоге что такое циники? Знаешь, как говорят пессеремисты, это хорошо информированный оптимист. Если он, так сказать, сам это не нравится, ему скажут там за рука в зерну, скажут, Джо, а нахера они нам нужны? Что мы с ними делать будем? Это же бездонная бочка, туда надо копать, когда деньги закапывать, закапывать, они там и пропадут все. Оно нам надо. Да еще и геморрой с Россией из-за этого. Ну, хорошо. Заметь, ты не нашел ни одного аргумента, зачем Америке украину. Я не пытаюсь с тобой спорить, я тебя слушаю. А я не спорю. Я не спорю. Я же тебе говорю, я соответственно, безответственно спекулирую. Ну, хорошо. Я безответственным образом выскажу предположение, что, на мой взгляд, Байден все же принадлежит к той вымирающей породе американских политиков, для которых абстрактные ценности имеют некоторое значение. Абстрактные там ценности свободы, демократии, прав человека. И поэтому он так позорно бежал из Афганистана? Ошибся. Ошибся. Тем более, что... За то время, что он был президентом, он доказал свою приверженность этим ценностям. Процесс вывода войск начался до него. Решение было принято до него. Жень, я же не сказал, что он не должен был выходить из Афганистана. Он не должен был бежать так позорно. Это же было позорно. Ну, послушай... А людей, которые с вами работали, почему вы отравили? Почему вы их не забрали? На то, что американцы, в том числе и их спецслужбы, как мне кажется, полностью неправильно оценили состояние афганской армии, афганских сил безопасности, афганских чиновников, которые просто не хотели сопротивляться талибам. Так что ж это за спецслужбы такие, которые 20 лет... Например, такие же, как Владимира Путина, которые... Замечательно. Мы же над путинскими смеемся, а эти-то, так сказать, такие там люди с берегов там, из Ленгли, такие прям... Понимаешь? Про них там шпионские романы, а сколько фильмов. А они, как-то, какие же долбоебаны. Мы о них должны судить все-таки не по фильмам и не по шпионским романам. Там такие же обычные люди, как и везде сидят. Тут Патрушев, кстати говоря, об обычных людях выступал в обществе знаний. Ага. Это та речь, которая многим показалась похожа на некролог. Да, да, да. Геона Путина говорил в прошедшем времени, да. Да, вот Геона Путина говорил в прошедшем времени. Ну, там было... Другие, так сказать, наблюдатели облатили внимание на совершенно другие вещи. Он продемонстрировал полную, ну, чудовищную просто уровень подготовки фактологии для своего доклада. То есть, кто ему готовит эти доклады, все эти спецслужбы, это просто какой-то мрак полный. Потому что он опять начал эту цитату из Олбрэйт, что мы оставим в России только 15 миллионов, чтобы они обслуживали трубу и так далее, и так далее. Это давно разоблученный фейк. Она ничего подобного никогда не говорила. И вот эта фраза, так сказать, периодически то приписывается Мадлену Олбрэйт, то, так сказать, Маргарет Тэтчер, то Кандализи Райс. И вот, понимаешь, или, ну, что-то там еще подобное, так сказать, про Соросу приписал какую-то, так сказать, цитату, которую тот не говорил. То есть, Кандализи Райс какую-то тоже чушь, которую она не говорила, что там, типа, Сибирь у России отнимем, потому что, типа, больно ей жирно будет Сибирь. Это все высосано из пальца, какие-то там люди раскапывали, там, выдумал, а, вот, значит, цитата про то, что отберем у России Сибирь, потому что она слишком, так сказать, маленькая для того, чтобы контролировать Сибирь. Значит, оказывается, источником этой цитаты является какой-то генерал службы безопасности президента России, который сказал, что он прочитал эту мысль гипнотический у Кандализа Райс. Совершенно верно. Я даже знаю фамилию и имя этого генерала. Это некто Борис Ратников, который когда-то... И вот представьте, вот это вот вся... А? Зам ему Коржаковой, он рассказывал интервью, это легко интервью можно найти в интернете. Я прочитал интервью, да. Борис Ратников повторял этот... То есть вот то, что уже давно разоблачено, то, что уже даже вот в приличной компании стыдно произносить и приписывать это людям. Знаешь, как вот по сети всякие уже шутливые там всякие жабы, фотожабы гуляют там с цитатами Брисмарка, знаешь? И вот это вот он в докладе говорит, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации по общему мнению, так сказать, там второй человек в стране. Ну, между прочим, в прошлом провинциальный оперработник КГБ, ФСБ. Путин тоже в прошлом провинциальный оперработник. Представляешься, уровень провинциального работника где-то там в Карелии. Женечка, ну послушай меня. Когда ты судишь как секретарь Совета Безопасности России, то ты уже не можешь, не воспринимаешься как провинциальный опер. У тебя есть аппарат, который тебе готовит речь, который туда цитаты. Они должны провести факт-чекинг. Это полная профессиональная профнепригодность. Да, конечно. Спичрайтеров, тех людей, которые это готовят и так далее. И самого читающего. Потому что, ну, какой-то минимальный, элементарный уровень, так сказать, понимания материала, эрудиции, наконец, должен быть у секретаря Совета Безопасности. Он должен понимать, что, ну, Мадлен Олбрэйт не могла такую чушь. Он этого не понимает. Я боюсь, что сотрудники его аппараты тоже не понимают. Потому что там деградация произошла тотальная, профессиональная и общая образовательность. И именно об этом я и говорю. Когда ты говоришь, что, так сказать, американские соцслужбы такие же, как российские, то представь тогда, какие люди управляют миром. это ужасно. Даже думать об этом не хочется. И мне почему-то кажется, что вот уровень дисциплины вот исполнительской, проработки материала и качества речей там у того же Си Цзиньпиня, он чуть-чуть повыше, чем у товарища Патрушева. Может быть. Я вот, Китай, я совсем не знаю. Вот честно скажу, к стыду своему совсем не знаю. Они себе не позволяют вещей, когда приписать там какой-то, понимаешь, вот одну и ту же цитату приписать Кандализи Райс, Маргарет Тэчер, Рома Дленобра. И вот, и любая из них никогда в жизни такой глупости не скажет. Понимаешь? Верю. А слушай, важный вопрос есть один. Давай. Договорились. Профессиональный и общеобразовательный уровень руководителей и советников руководства Совета Безопасности России вызывает огромные сомнения в том, что он вообще существует. Ну, возвращаясь к твоему вопросу про встречу в Сан-Франциско, я все-таки считаю, что там есть шанс как-то решить во всяком случае украинскую проблему. А кто больше боится кого? Я имею в виду, Китай больше боится потерять американские рынки или Америка боится угроз со стороны Китая экономических и военных? Ну, ты мне задал вопрос. Да нет, но я не думаю, что здесь это описывается в терминах страха. Китай не боится потерять американские рынки, потому что Америка не может его изгнать со своих рынков. Ну, она не может закрыть в одночасье свой рынок для китайских товаров. Не может возвести какие-нибудь защитительные высокие барьеры? Ну, и останется без товаров легкой промышленности. У него это же надо как-то свою развивать или где-то альтернативные источники. Распущий мексиканский рынок. Ну, ему же нужно расти какое-то время. Очень быстро растет, говорят. Ну, я не знаю, в той же рыночной нише растет производство в Мексике, что и в китайском. Нет, это все не так быстро, это делается медленно, и это не так просто. Поверь, это не так просто. Степень проникновения китайских товаров, китайских технологий, китайских фирм в производственной цепочке американской индустрии и на рынке потребительских товаров, мы очень трудно оценить. Очень насколько глубоко все это проникло, это невозможно себе представить. Даже если разобрать какой-нибудь американский автомобиль, там, Ford или General Motors, не половина ли там деталей будет китайских. И в одночасье заменить всю эту кооперацию невозможно. Так же, как если ты, так сказать, разберешь продающийся в Америке американский компьютер Mac, вдруг неожиданно выяснишь, что он полностью, так сказать, от начала до конца сделан в Китае. Как железяк. Разработан он, конечно, в Калифорнии, но целиком изготовлен в Китае. и где производить в Америке непонятно. Ну, хорошо, давай дождемся 15-го числа, посмотрим, ну, это уже информация у нас-то в Европе будет 16-го, ну, разница слишком большая во времени, сколько там, не помню, 9 или 10 часов у нас сейчас разница с Сан-Франциско, ну, посмотрим, вернемся к этой теме. А сейчас я хотел тебя спросить по поводу Расмусона. Знаешь, наверное, да, с каким предложением он выступил. Если кто не знает, господа, я вот просто сейчас коротко вам процитирую. Бывший генсек НАТО Андерс Фок Расмусон предлагает принять Украину в альянс, но так, чтобы статья 5 Вашингтонского договора не распространялась на оккупированной России территории. Он настаивает на том, что план частичного членства Украины не будет символизировать замораживание конфликта, а вместо этого будет означать решимость предупредить Россию, что она не может помешать вступлению Украины в альянс. Он заявляет, что вопрос членства Украины в НАТО нельзя снова откладывать на следующий год. Что ты по этому поводу можешь сказать, как ты можешь это разобъяснить, прокомментировать? Абсолютно безответственное заявление человека, который никаких решений не принимает и поэтому может говорить все, что ему в голос. ну потому что, слушай, в этой модели, вот я слушаю Моя Саристовича, я слушаю Расмунсина и многих других деятелей, в этой модели существует некий такой дурак Путин, который подпишется под любой бумагу, но не подпишется он под бумагой, по которой Украина вот так вступает в НАТО, при этом конфликт не исчерпан и так далее, и так он скажет, я соглашусь с этим и прекращу боевые действия, только тогда окей, пускай Украина вступает в НАТО, но тогда признайте, что вся эта земля моя, все, это суверенно территория России, вот Украина с этим согласна и я пошел домой, тогда окей, вступайте в НАТО своими остатками, а если вы скажете, мы типа это по-прежнему не признаем, здесь мы конфликт не замораживаем, продолжать, а гарантии НАТО распространяются только на эту территорию, так я не согласен, я буду продолжать воевать, скажет Путин, я не остановлюсь, мне не надо так, чтобы вот НАТО вот так вот было и вымыли эту землю, которую я там завевал, Крым, Донбасс, проход сухопутный вдоль Азовского моря, чтобы он оставался спорным, если вы хотите, чтобы я согласился с тем, что Украина вступила в НАТО, признайте, что это моя земля. Подожди, они его не могут послать в этой ситуации? А когда, за чего они достигли-то? Не пошел бы ты лесом. А, ну тогда, нет, вы же говорите, что перемирие вы хотите таким образом вести, а так-то, конечно, вы можете принять ее в НАТО, только я войну продолжу. Только имейте в виду, дорогие товарищи, члены НАТО, что голосуя за принятие Украины в каких-либо границах в НАТО, в этих условиях, вы вступаете в войну со мной. Вы готовы? Вы просто, так сказать, подписываете объявление войны России. Вы не Украину принимаете в НАТО. Если вы хотите принять ее и не воевать, тогда вы должны со мной договориться. А если вы хотите со мной начинать воевать, так зачем ее принимать, сразу вступаете в войне. Я очень хочу это. Для Путина это идеальное решение. Начать войну с НАТО. Потому что если он победит, он молодец. А если он проиграет, это не позорно. Я проиграл целые НАТИ. Не какой-нибудь там сраной в Украине, как говорится, а вот целые НАТИ. Так-так-так, ты полегче, пожалуй. но я же от лица Путина сейчас это говорю, понимаешь? Ну, это не впадлу. Я там типа проиграл, НАТО, мы честно дрались. Ну, куда я там? Ну, конечно, все знают, что НАТО сильнее. Они мечтают о том, чтобы эти влезли. Он же постоянно говорит, вот мы на самом деле воеваем с Америкой. Для него это аргументация, которую у него people's house. То есть, это беспроигрышная игра. Нет, я так понимаю Расмусина, что он говорит, что типа Путин согласится остановиться, и мы примем Украину в том виде, в котором она есть, не занятая Путином. Но, так сказать, я не думаю, что Путин согласится без того. Я так понимаю, прости, пожалуйста, может быть, мы с тобой по-разному поняли это заявление. Я так понимаю, что Расмусин предлагает принять Украину в НАТО, но при этом с какими-то оговорками, которые будут распространять действия вот этой самой пятой статьи, исключительно на ту территорию, которая сейчас контролируется Украина. Вопрос. Путин обстреливает Киев ракетами. Пятая статья НАТО вступает в силу? Думаю, что должна бы вообще вступать. А он будет это делать? Сто процентов. Так он сейчас это делает? Не далее, как вчера. Да, возобновились обстрелы правобережной части, территории Украины. То есть, находясь здравом, имеют твердой памяти, члены НАТО должны проголосовать за объявление на вступление в войну, так сказать, против России. Правильно? Нет. Я так полагаю, что, может быть, старик Андерс Фокк Расмусен полагает, что, как только Украину примут в НАТО, в нынешних... Россия сразу перестанет ее обстреливать. Да, вот ее тут же перестанут обстреливать. Я думаю, что вот он так полагает. А, то есть, он предлагает в Орлянку полагать. Русскую рулетку, я бы сказал. Да, 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 я понял. Не, я-то за. Я-то за. Если меня спросить, я за то, чтобы Украину хотя бы, так сказать, какой-то частью приняли в НАТО и замечательно, и пятая статья, и НАТО вступает в войну и побеждает Россию, и все замечательно. Ну, только, так сказать, согласны ли будет с этим Венгрия, Бельгия какая-нибудь, Австрия. Там всякие случаи, так сказать, проголосовать люди должны, не? Ну, я не знаю, на счет, это не члены. Бельгия, но Венгрия и Словакия. В Словакии сейчас же к власти пришли такие достаточно откровенно пророссийские товарищи. вот они едва согласятся с этим. Я думаю, Турция не согласится. И Турция может не согласиться. Да и много кто не согласится. Я уверяю тебя, что очень большие сомнения у меня насчет Голландии, насчет Люксембурга, насчет Бельгии. Я даже за Германию не поручусь. Ты подписывай эту бумажку и вступаешь в войну со страной, у которой самый большой в мире ядерный арсенал. Так что? Это частное мнение пожилого отставного политика. Украина, конечно, тешит себя иллюзиями посредством такого рода отставных начальников Запад какие-то сигналы посылает. Но я напомню, как говорится, что ровно это приписывалось Бену Ходжесу, когда он там рассказывал о том, что то мы сделаем, это мы сделаем, зайдем в Крым, уничтожим российскую армию и прочее, прочее. Но этого ничего не случилось. Бен Ходжес оказался таким же, так сказать, сказочником, как и генерал Будда. Ну, послушай, некоторые прогнозы его сбылись все-таки. Тумбайшпиль. А? Какой? Например? Он предсказывал, что украинцам удастся отбить наступление на Киев. Да он появился, по-моему, уже со своими комментариями, когда это случилось, по факту. Ну... Я не буду спорить, но мне кажется, того, как российские войска отступили от Киева, Ходжес говорил о том, что столица будет сохранена. Насколько я помню, наступление на Киев захлебнулось в первые две недели войны. И дальше они, так сказать, уже по инерции что-то предпринимали, но было понятно, что уже никакой Киев они не возникли. Поэтому там дальше уже такого рода прогнозы было делать не очень сложно. А все его прогнозы относительно Крыма не сбылись. Относительно активизации стран НАТО по поставкам оружия не сбылись. Поэтому все эти отставники, знаешь, мы с тобой безответственно болтаем, и они так же безответственно болтают. Чем Расмунсен отличается от Коха? Ничего. Так получается, что он и от Патрушева тогда не отличается. Патрушев только действующий чиновник. А так, в принципе, даже Патрушев от них ничем не отличается. Нет, ну ты знаешь, я просто хотел бы сказать, на мой взгляд, тут важна одна вещь, что все-таки мне кажется, политическое значение в текущий момент, в любой ситуации, имеют заявления, которые исходят от официальных лиц. А вот когда какой-нибудь отставной в прошлом чиновник дает кому-то интервью, или когда очень влиятельный и очень информированный журналист пишет статью в Нью-Йорк Таймсле, в журнале Тайм, в каком-нибудь другом издательстве, вот это не надо воспринимать как правило, это не нужно воспринимать, как, знаешь, какой-то великий признак, великий знак, какой-то тайный месседж, передовую газете правила. Это может быть достаточно квалифицированное мнение человека, который, в общем, внутри ситуации долго был и понимает нюансы, но не более того, воспринимать это как тайный месседж мирового правительства, это, сам понимаешь, мне кажется, понимаешь, мне кажется, что такого рода безвозвратные, ведь, понимаешь, страну нельзя принять, а потом ее исключить, а потом опять принять, потом опять исключить, если что-то приняли, то ты уже ее не исключишь, ну вот, как вот в Венгрии, может уже и рады бы из европейского сообщества выгнать, а нет такой процедуры исключителей, может самому уйти, или как люди бы и рады лишить Россию в Совете Безопасности ООН права нет, а как это сделать не очень понятно, процедуры не существует, поэтому такого рода безвозвратные вещи, если ты делаешь со своей стороны, ты должен быть готов к тому, что, так сказать, твой визавин и переговоров потребует для себя таких же безвозвратностей, и если вы безвозвратно принимаете Украину в НАТО, то я безвозвратно должен получить ту землю, на которой я стою, так мне кажется, и вот тогда, так сказать, подписать все необходимые бумажки и ратифицировать в парламенте то, чтобы вы признаете, что это российская территория, тогда вступайте в НАТО, нет проблем, а я бы еще добавил тогда и забирайте и тогда, чтобы все арестованные активы достались в Украине, и тогда это выглядит не так глупо, когда мы вступили в НАТО, а территорию у нас Россия купила, в конце концов продавала же Россия Аляску Америки, это же не воспринималось как какой-то нонсенс, нормально, покупала Америка у Франции Луизиану, тоже не воспринималось как нонсенс, платили бабки, забирали землю, нормально, тем более, так сказать, деньги, которые, так сказать, заморожены, они так более-менее стоят этой земли. Ну, хорошо, а вот если мы ищем какое-то мирное решение, а так, в принципе, конечно, дайте оружие и на границе 91-го года выйдут за полгода. Подожди, объясни мне, пожалуйста, вот появилась информация, что Германия собирается в будущем году вдвое увеличить помощь Украине. Да. Правильно? Я ничего не путаю с 4 миллиардов до 8 миллиардов, по-моему. Да. Да. О чем здесь идет речь? И не является ли это свидетельством того, что Европа вообще и Германия в частности вовсе не собираются сдавать Украину и уступать ее Путину? Ох, я не знаю. Наверное, это в каком-то смысле значит именно это. Насколько я понимаю, Европа понимает, что если Америка бросит Украину в том виде, в каком она есть сейчас, то Америке ничего не будет. А у Европы появляются какие-то риски. Поэтому Европа в вопросе поддержать Украину или бросить ее, она не так свободна, как Америка. Поэтому вот там же не только Германия увеличивает, там и Жозеп Боррель сказал, что мы должны быть готовы к тому, что Америка может отказаться от поддержки Украины и мы должны выработать какую-то программу, как заместить выпадающие объемы. Найдут они такие возможности? Это большой вопрос. Но то, что постановка вопроса такая есть, это уже признак того, что там об этом думают в Европе. То есть это реально хорошая новость? Ну, скажем так, это неплохо. Я просто не уверен, что европейские ВПК без Америки в состоянии оказать достаточную поддержку украинской армии против российской. Но, с другой стороны, они могут выделить достаточно денег, чтобы Украина просто тупо купила американское оружие. Ну, это раз, а во-вторых, разве это невыгодно самой Европе. Вот это, в конце концов, капитал вложения, инвестиции, новые рабочие места. А потом куда деваться инвестиций, когда война закончится? Заводы все эти с кувалдой зайти и все разломать? Сам посудить. Потом помогать Тайваню. Таким образом, так сказать, создать себе монстра, который все время будет заинтересован в том, чтобы везде были войны. Ну, мы с тобой вместе учились в русских университетах, где нам, так сказать, голову продолбили, что ВПК, так сказать, американский, в своих собственных интересах постоянно, так сказать, порождает войны по всему земному шагу. Потому что ему нужно куда-то сбывать свою продукцию. И вот Европа, так сказать, второго такого монстра родит. Понятно. Понятно. сложный вопрос. Понимаешь, чем делать? Потому что любой бизнесмен, Rain Metal, DUSO, этот, или как там, который «Миражи» производит, они же все бы сразу тебе скажут одну простую вещь. Дай мне гарантию, что ты у меня будешь эту продукцию покупать хотя бы еще лет 10. тогда мне есть смысл, так сказать, развивать это производство. Это же очень сложная история. Я никакой большой производственник, но и то я знаю, что там нужна оснастка, подготовить документацию, технологов, инженеров, построить эти заводы, смонтировать оборудование, отладить, запустить. Это все миллиарды. И вот я запустил, выпустил один танк, и мне сказали, о, а мы победили, все, нам больше не надо. И куда я все это девать буду, все эти деньги? Псу под хвост. Особенно, если речь идет, например, о судостроении, где там производственный цикл, там, пять лет. Я вот заложил, так сказать, наставили подводную лодку, она только через пять лет выйдет. А у вас через два года война закончилась, а я ничего не надо, а у меня там, так сказать, 10 тысяч рабочих облепили эту тушу. Что я с ней буду делать? Надо думать о новых рынках сбыта. Во-во-во, для атомной подводной лодки. Ну, пойди, поищи. Для атомных подводных лодок, для авианосцев, или... Для авианосцев. Нет. Или конверсия. Это не так просто. Почему Америка так долго раскачивалась и не хотела вступать во Вторую мировую войну? Да и в первую не хотела. Потому что именно поэтому. Она прекрасно понимала, что она, так сказать, раскачает эту махину. Там, в конце Второй мировой войны они там чуть ли не по 20 кораблей в день спускают. Знаешь, это же был такой конвейер огромный. Сколько они этих самолетов наколепали, сколько этих танков наколепали. Это же не выговорить. Некоторые из них до сих пор где-то там в Дивацких или в Аризонских пустынях стоят. На этих самых знаменитых таких открытых площадках. Нет, слушай, Путин до сих пор с этих складов, которые Устинов наворотил в Сибири, забирает танки. Т-65 или 64 и чертов ступит. Еще времен Сталина танки. Т-55. Т-55 или Т-54 не помню. Все эти номенклатуры их. Да, понимаешь, это же они тоже не могли остановить. Тоже ВПК раскрутили и поэтому должны были этот оборонзаказ поддерживать, чтобы мощности загружать. Да, причем упирались до конца. Ты вспомни, у Егора Гайдара в книге его «Гибель империи» он рассказывает, как маршал Ахрамеев сопротивлялся даже самой идее реализации самой идеи свертывания военного производства. Я все это своими глазами видел. Я же в Кусковом Умничестве занимался сопротивляцией. Как только приехал в 93-м году из Питера, меня поставили на сопротивляцию оборонно-промышленного комплекса. Объехал и с этими директорами разговаривал. Они упирались и не хотели сокращать производство. Требовали, чтобы им оборот заказ спустили в прежнем объеме. Конверсия не помогла? Не, ну как, приходилось просто тупо закрывать заводы. Они не хотели перестраиваться. У меня, говорит, оборудование отлажено, я ничего переделать не буду. Да я и не знаю, что из на этом оборудовании можно гражданского произвести. Непонятно. Оборудование заточено на производство пушки. Что я могу сделать с ним? Кастрюлю? Я их и так штампую в прессовом производстве. Для этого не нужен вызов. Ты помнишь, был анекдот. Решили сделать кастрюлю, но почему-то все время получался автомат калашников. Ну, кстати, мне интересно, а в итоге-то что с этими предприятиями стало? Закрывали? Не закрыли, закрыли. Вывелись новые хозяева, которые их сумели в что-то другое превратить? Ну, это такая длинная история. Мы можем вернуться к оборону промышленному комплексу. я его довольно неплохо знаю. Те предприятия, которые имели возможность конверсироваться, производили параллельно гражданскую продукцию, они остались, приватизировались и стали обычными машиностроительными или всякими другими предприятиями. А те, которые сугубо на оборонку были завязаны и производили важную номенклатуру, стали казенными предприятиями, получили госзаказ или предприятиями, с которыми государство сохранило контрольный пакет акций. И они входят в нынешний российский ВПК, который им командует господин Чемизов. Вот. Они, так сказать, завязаны на гособоронзаказ. Сегодня им хорошо, а еще пять лет назад им было плохо. Понятно. Вот. Ну, с Европой, способна ли Европа заместить Америку? слушай, 70 лет Запад развивался так, что в основном оружие производилось в Америке. И Америка на себе несла основной груз защиты Запада. Ядерный арсенал в основном. Понятно, что у Англии и Франции есть какое-то количество ядерных бомб, основной ядерный зонтик обеспечивал над Европой Соединенные Штаты. В основном, так сказать, американские войска готовились от пора. Вот. И так далее, и так далее, и так далее. И сейчас Европа, она начинает понимать, что Америка может в любой момент придет Трампу, и она, так сказать, охладеет. Гвоздик он вернет и скажет, разбирайтесь с русскими сами. Что, типа, мы не будем больше, так сказать, в такой мере обеспечить вашу безопасность, вы не хотите тратить 2% ВВП на оборону, почему мы должны одни все это тащить, и, либо вы участвуете, либо тогда сами за себя отвечать. Ну вот. И тогда Европа либо начнет развивать собственную оборону, либо, так сказать, под какой-нибудь другой зонтик нырнет. Помнишь знаменитый разговор Ельцина с Клинтоном осенью 99-го года? Да, мы его вспоминали. Но когда он говорил, отдай мне Европу, они возьмут и нырнут паутину под крылышку. Защищает нас. Путин с удовольствием. Субтитры